Добрый вечер. Для начала, о неприятном, о смерти. Многие люди в молодости, когда их спрашивают о том, как они представляют свою смерть, говорят о каких-то несчастных случаях, авиактостропах. Однако в развитых странах 90% смертей выглядит примерно так. Верный мучитель. И обусловленное нестарение. Кстати, а вы хотите умирать? Ну да, наверное, глупый вопрос, правда? Однако, если я спрошу вас, хотите ли вы жить вечно, многие из вас скажут, что нет. По вопросам общественного мнения так заявляет большинство. Однако в тех же опросах большинство людей говорит, что больше всего в жизни они боятся смерти своих близких. Давайте подумаем, чем обусловлен такой парадокс. С одной стороны, для своих близких мы не желаем смерти. Да и сами, наверное, в ближайшей перспективе. Не хотим умирать. Однако, когда речь заходит о бессмертии, мы почему-то не хотим, или говорим, что не хотим, жить вечно. При этом никто же не предлагает нам какое-то принудительное бессмертие, как в загробной жизни многих религий. Нет. И никто не говорит о продлении старости. Речь идет о добровольной биологической возможности жить неограниченно долго, пока нам самим этого хочется. Однако даже такая перспектива, когда люди слышат о ней впервые, вызывает отторжение. При этом все возражения, которые люди впервые говорят, обычно очень похожи. Прямо как в анекдоте про частых попутчиков, которые все свои шутки уже знают по номерам. Перенаселение, будет скучно жить, смерть подает жизненный смысл и все так далее. Я не буду подробно говорить о возражениях, лишь скажу, что все они являются некой психологической защитной реакцией, призванной защитить наш стокгольмский синдром перед лицом старения и смерти. Просто мы уже с самого детства настолько свыклись с нашей смертностью, что переосмысливать наше отношение к ней очень психологически сложно или даже больно. Но для победы над старением это необходимо. Потому что первый этап в решении любой проблемы – это признать ее в наличии. Соответственно, нам надо признать старение и смерть – проблему. А дальше нам нужно проверить в том, что с ней можно что-то сделать. И тут все гораздо проще, потому что у нас перед глазами есть примеры животных, которые живут гораздо дольше, чем мы. Киты, акулы, черепахи – все они живут сотни лет. И черепаха на фото прожила более 200 лет. Что мешает нам делать то же самое? Ответ может вас удивить, но мешают нам гены. При этом я считаю, что мешают они прям активно. Активно сводят нас в могилу точно так же, как они это делают с бабочкой над невкой, с лососем, которых они убивают сразу после размножения. Просто у нас этот период гораздо более долгий и, можно сказать, мучительный. Однако, даже если это не так, если они нас не убивают активно, нет никаких сомнений, что именно гены определяют срок жизни каждого вида. И этот срок может очень сильно различаться даже у близких видов. В рамках одного рода, например, как у окуневых рыбок, он может сильно различаться. И именно гены отводят мышки в 2 года, плетучим мышам в 20 лет, а китам по 200. Соответственно, чтобы нам перестать стареть, нам нужно сбросить иго-генов. И все инструменты у нас для этого наконец-то есть. Ученые уже на эмбриональном уровне очень хорошо могут модифицировать организмы. И именно таким образом они в 10 раз могли продлиться к червям. Или многократно увеличить мышечную массу собакам на фото. Соответственно, следующий этап – это научиться это делать во взрослом организме. И это тоже уже не фантастика, а реальность. Потому что ученые научились укращать вирусы, чтобы те безопасно доставляли нужные нам гены в организм. Клинические исследования различных генов терапии идут десятками. И некоторые терапии уже находятся на рынке, одобрены для людей. Соответственно, следующий этап – понять, какие именно гены нужно доставлять или модифицировать. Для того, чтобы значительно продлить жизнь. И на этом поприще тоже есть положительные результаты. Например, результаты семья Ямонаги, японского нотерского ряда, который нашел 4 гена, с помощью которых любую клетку можно обратить обратно в стволовое состояние. Попутно заметно ее омолаживая. Или исследования группы Бельмонты из США, которые с помощью тех же самых факторов Ямонаги показали, что если использовать их аккуратно, можно вернуть в более молодое состояние генетические настройки организма и педагенетику. И тоже значительно продлить жизнь. Как я уже сказал, мы как раз и занимаемся эпидеметическим умоложением. Это все, конечно, хорошо, но все равно есть проблема, потому что научные риски таких проектов очень высоки. Но исследователей старения очень мало. Поэтому, чтобы максимизировать шансы человечества создать терапию старения как можно быстрее, таких исследователей должно быть в сотни раз больше. Хотя бы сравнимо с количеством людей, которые работают над раком или альцгеймером. Ведь рак и альцгеймер – это следствие о старении. Однако на борьбу с ними тратится в разы больше денег, чем на борьбу с их первопричиной. Почему все тот же стокгольмский синдром нашего общества перед лицом старения? Общество не считает, что старение – какая-то срочная проблема. Соответственно, нет общественного запроса на скорейшее ее решение. В отличие от рака и альцгеймера, где такие общественные запросы есть. Соответственно, следующий этап – донести до общества какие-то простые вещи. Во-первых, не надо стесняться желания и не умирать. В желании жить и оставаться здоровым как можно дольше нет ничего постыдного. Во-вторых, это возможно. Продлить жизнь возможно. Наука уже сделала первые шаги в этом направлении, и новые средства продления жизни уже появятся в ближайшие 10-15 лет. Кстати, каждый дополнительный год жизни – это и дополнительный год научно-технического прогресса, за который может быть разработано еще более прорывное средство. Это лонживитиски и лосити, как ее называют обредгрей. То есть, если мы продлеваем жизнь на 10 лет, за эти добавленные 10 лет, мы, скорее всего, научимся продлевать ее еще на 20, потом еще на 30 и так далее. Ну, надеюсь, я кого-то из вас убедил, что за эту жизнь стоит бороться. Если вы хотите в этой борьбе как-то помочь, вот что вы можете сделать. Я упоминал общественный запрос, который нужно создать, чтобы заставить общество тратить гораздо больше денег на борьбу со старением. Вот почему я считаю, что это может сработать. Потому что есть исторические примеры. Например, когда вирус СПИДа только появился в 80-х годах, он убивал людей за считанный месяц. Однако бурный активизм вечно инфицированных создал необходимый общественный запрос, который заставил государство тратить миллиарды долларов на исследование механизмов этого вируса. И уже в середине 90-х была разработана терапия, которая в десятки раз продлила срок жизни больных этим вирусом. Поэтому как раз с общественным запросом вы все ей можете помочь. Просто начните рассказывать людям, что радикально продлить жизнь возможно, и что в этом нет ничего плохого. И, глядишь, лет через сто мы с вами будем носить гордое звание Aging Survivor и рассказывать своим практикам, как мы помогли победить это смертельное заболевание. Спасибо.